Продолжение следует... 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 То есть одновременно не просто из разных точек облучается, а облучается человек в движении. Большой прорыв, конечно, для нас и укладка пациентов по визуализации, имейдж-гайд технологии. Лучевое лечение состоит из многих этапов, планирование, подготовки, дозиметрического, радиобиологического планирования и, собственно, уже проведение лучевой терапии. При облучении таракальных пациентов к обычным объемам GTV, собственно, грубой объем опухоли, CTV, субклинического метастазирования и PTV, планируемый объем с допуском, прибавляется еще такое понятие, как ITV, то есть внутренний опухолевый объем, который учитывает смещение опухоли на высоте вдоха и выдоха, и именно от него потом отсчитываются уже CTV, планируемые и клинические объемы. Понятно, что лучевая терапия при любой опухоли может быть осуществлена по программам радикальной, паллиативной, симптоматической. При предлучевой подготовке разметка производится с обязательной иммобилизацией на специальном устройстве. От затылочной области до второго поясничного позвонка стабильно воспроизводимое горизонтальное положение должно быть. В большинстве случаев, если речь не идет, конечно, о тяжелых пациентах, допустим, с синдромом полной вены или дыхательной недостаточности, тогда мы можем облучить из любого положения, в принципе, лишь бы разместить на столе. Руки размещаются над головой и отведены, чтобы не мешать. При топометрической подготовке, в обязательном этапе, естественно, производится КТ с шагом не более 5 см в тех же границах от гортани до Л2. По производству отмечаются референсные точки, разметка. Если дыхание неравномерное и смещение больше сантиметра, используем методики стробирования или синхронизации дыхания, то есть облучения в определенных циклах дыхания. В ряде случаев проводим, естественно, внутривенное контрастирование для улучшения визуализации структур средостения. При планировании обязательно учитываются, оконтуриваются все критические органы и соблюдаются ограничения или констрейты на облучаемые смежные структуры. Облучения четко регламентированы, ограничения четко регламентированы, прописаны и просто достаточно их соблюдать по мере планирования. Каждая фракция, при облучении легкого, все-таки мы должны применяться. Если не можете облучать конформно, не облучайте легкое вовсе. Облучение пациентов с опухолями грудной полости должно быть конформным. Каждая укладка должна контролироваться визуально. Каждая укладка, каждый сеанс киловольтными или мегавольтными изображениями, как вариант конусно-лучевая CB-CT, томография. На грубый опухолевый объем, то есть на саму опухолевый, должно быть получено 100% от предписанной дозы, на планируемый объем не меньше 95. Фракционирование может быть классическим, динамическим, гиперфракционированием и гипофракционированием, как экстремальный вариант гипофракционирования. Это, собственно, уже стереотоксическая лучевая терапия, то есть подведение крупных фракций в меньшем количестве. Оконтуринг. Изначально оконтуринг происходил не только в самой первичной опухоли, но и в всех лимфатических узлов средостения. В последнее время от этого принципа отходят, поскольку повреждения не вовлеченных в опухоль смежных структур связаны с последующими проблемами для пациентов. Имеются четкие данные по частоте метастазирования из разных отделов легких в те или иные группы лимфатических узлов. Соответственно, исходя из этого оценивается риск рецидива как в культете, так и в регионарных узлах. И при планировании это все учитывается, на какие группы лимфатических узлов регионарных нужно обратить внимание и, возможно, внести их в объем облучаемый. В последнее время эмиссионные методы, прежде всего ПЭТ-КТ и однофотонная эмиссионная томография, позволяют нам более прицельно выделять именно пораженные лимфатические узлы и облучать только их. К этому подходу сейчас склоняются все ведущие радиологические клиники. На этом слайде представлены наглядно, как видны хорошо узлы при аффект-КТ. Собственные данные, сделанные в институте, в центре нашем. Эмиссионные методики, в частности ПЭТ-КТ, обладают высокой чувствительностью и специфичностью, как показано на слайде, 81-79% для уровня более 2,5 СУФ. И в ряде случаев, в 40% случаев, как видно на диаграмме, мы меняем по данным при совмещении с фьюжированием с ПЭТ-КТ объем облучения, а в 20% и вовсе меняем даже саму стратегию лечения, алгоритмы меняются. Дозы, подводимые известны, прописаны в основных руководствах международных и национальных. При конформной терапии должно подводиться не меньше 60-70 грей на первичную опухоль и до 56 грей на регионарные узлы. Увеличение дозы, как показано в этом исследовании, свыше 60 грей не всегда связано с улучшением выживаемости. Как видно из графиков, пациенты, получившие 60 грей, продемонстрировали лучшую эффективность, видимо, в связи с осложнениями после лучевой терапии. Но, возможно, здесь это любопытное исследование, до конца не осознанно, но анализируется. Возможно, здесь еще были какие-то дефекты отбора пациентов или, возможно, эскалация дозы режима. Приходите показать примеры о контурении первичной опухоли и коллектора при различных вариантах рака легкого, немелкоклеточного. Состояние поселевосторонней пневмонектомии, проведение конформной прицельной лучевой терапии 3D позволяет нам с минимальным риском для оставшейся легочной паренхимы проводить аккуратно лучевую терапию на зону рецидива и регионарного метастазирования. И даже после правосторонней пневмонектомии, как видно. Массивная опухоль с включением всех регионарных лимфатических узлов. Это пациент любопытный, который происходит как раз в настоящее время. Самые свежие снимки. Был оперирован, выполнено ему в нашем таракальном отделении реконструктивно-бронхоангиопластическая операция, Р1. Облучаем бронхиальный анастомоз главного и долевого бронхов слева, плюс подозрительные лимфатические узлы. Ну и вот, собственно, то, о чем мы говорили уже, планирование по ПЭТ-КТ позволяет нам определить необходимые зоны, включаемые в лучевую терапию. Это обозначена технологией синхронизации дыхания, которую выше уже упомянули. При значительных смещениях опухоли стробируем и исключаем ненужные фазы из времени облучения. Ну, очевидно, что третья стадия, вообще третья стадия достаточно такая сложная проблема. Если Н1, это потенциально операбельные пациенты, Н3, даже, в общем-то, для самых агрессивных хирургов потенциально неоперабельная стадия, то Н2, это спорная территория, ничейная земля нейтральная, где, в общем-то, все соприкасаемся. Если речь идет, конечно, об одной группе лимфатических узлов, не массивных, не балки, то, наверное, можно и пробовать иногда оперировать. В остальных случаях будет проводиться химио-лучевое лечение. Адювантная лучевая терапия. Давно проведенный анализ ПОРТ, но самый крупный, определил на долгое время негативное отношение. Но до сих пор критикуется, поскольку была использована несовременная лучевая техника, если она изменилась за это время, тогда была 2D-терапия. Вообще по-другому подбирались поля облучения, очаговые дозы. Как видно из этого исследования, преимущества при проведении послеоперационной лучевой терапии имеют только пациенты с группой, с Н2 поражением лимфатических узлов. Что подтверждалось в целом ряде исследований, пациенты с Н0 и с Н1 при проведении послеоперационной лучевой терапии снижают выживаемость. И, конечно, им это не показано ни в коем случае. Включаем только пациентов с Н2. Еще один анализ Барда – это вновь значимое ухудшение выживаемости с увеличением риска смерти на 18% в целом в группе при умеренном увеличении выживаемости в Н2 статусе. Систематический обзор из 11 рандомизированных исследований, крупный, 22,5 тысячи, вновь показал, что как раз именно изменение технологий, что облучение на кобальтовых пушках не давало позволительного эффекта при послеоперационной лучевой терапии. А использование современных линейных ускорителей дает значимое статистически П-002 увеличение выживаемости. Перечислены оптимистические данные, полученные при адювантной лучевой терапии. Речь не только о лучевой терапии, без других дополнительных методов. В том числе и в нашем в своем время в центре было проведено такое исследование довольно крупное, 260 человек. Мы получили статистически значимое улучшение выживаемости в группе Н2. Анализ двух и трех модальных оргаритмов преимуществ в неоадювантной химио-лучевой терапии перед неоадювантной химиотерапией не обнаружил при последующем проведении операции. То есть подтверждаем распространенное мнение о том, что достаточно проведения индукционной химиотерапии, если врачи избрали путь последующего хирургического лечения. Хотя вот в этом достаточно серьезном публикации в Ланцете в итоге заключают о том, что вообще роль хирургического лечения вызывает сомнения. И окончательный выбор стратегии на усмотрение врача остается. Еще одно исследование, систематический обзор и метаанализ показал, что хотя частота ползных патоморфогических ответов была более высокой при неоадювантной химио-лучевой терапии, на показателях выживаемости это никак не сказалось. Адювантная химио-лучевая терапия. Теоретические обоснования мы можем предъявить. Высокий уровень репопуляции, радиосиземилизирующий эффект цитостатиков. Анализы на базе данных Кохран крупные, по более 2000 урург, 1200 и 2000. Еще последующие анализы показали, что общая выживаемость увеличилась на 5%, статистически значимо при Н2 статусе. Неоадювантное лечение против консервативной химиотерапии и химио-лучевой терапии. Как показано в этом крупном исследовании, недавно опубликованном, после индукционной химиотерапии, как общая, так и безрецидивная выживаемость между группами последующего хирургического лечения и без хирургического лечения, то есть просто химио-лучевой терапии, не отличалась. То есть хирургический компонент ничего не добавил. Следующее анализированное сопоставление у больных с третьей стадии с операцией и без нее вновь не получили различий в общей выживаемости при определенном преимуществе в безрецидивной выживаемости. А для подгруппы пневмонектомии вовсе было преимущественно в стране химио-лучевой терапии. Противопоставление трехмодального, то есть индукционной химиотерапии и химио-лучевой терапии с включением хирургического лечения, и двухмодального без операции, то есть просто химиотерапия индукционная и до чем синхронная химио-лучевая терапия, вновь не обнаружила никаких различий при высоких показателях выживаемости в обеих группах в данном исследовании по 40%. Систематический обзор и мета-анализ рандомизированных исследований не обнаружил существенных различий между постиндукционным хирургическим этапом и только консервативным лечением без операции, как для бимодальных, так и тримодальных алгоритмов. Как видно, П нигде не достигает критериев значимости. Проведение неодевантной химио-лучевой терапии перед операцией или завершающей химио-лучевой терапией обладает одинаковой эффективностью и в этом исследовании. Вновь нет преимуществ хирургического этапа перед чисто консервативным лечением. И вот, наконец, крупнейшее исследование, кумулятивный анализ, фактически мета-анализ мета-анализов нескольких, продемонстрировал отсутствие различия выживаемости и в общей, и в беспрогрессировании между группами мультимодального лечения с хирургическим и без хирургического этапа. Здесь просто перечислены эти все исследования, достаточно крупные. Все они рандомизированы, то есть это высший уровень доказательности. Оптимальная стратегия лечения операбельных больных, по мнению британской группы изучения рака легков, основана на глобальном мета-анализе, опять-таки четырех мета-анализов, на основе баз данных, крупнейших по мед, медлайнам, байс и кохран, остается в рот, констатирует неопределенность выбора стратегии. Результаты применения хирургических и нехирургических методик, как в биток и в три модальных компоновках, просто идентичны. Об этом же говорят наши собственные данные. Возможно, сейчас, конечно, изменилась ситуация. Это было до 2006 года, анализ проведен. Как видно, результаты хирургического и консервативного лечения были совершенно сопоставимы. Значимых различий не было, как видно, и из этих графиков. Только химия-лучевая терапия. Основные, представлен крупный анализ, 12 рандомизированных исследований. Недавно, он еще даже не опубликован, только в электронном виде существует. Добавление, я показал, анализ показал, этот мета-анализ, что добавление химиотерапии до и после химия-лучевого лечения никак не повлияло на показатели как объективного ответа, так и уровня контроля заболеваемости. И никаких преимуществ индукционной и консолидирующей химиотерапии к обычной химио-лучевой терапии в показателях общей выживаемости и прогреживаемости без прогрессирования не получено. При этом количество нежелательных ливнений в группах дополнительного проведения химиотерапии, конечно, было выше. Это были и нейтропении, дисфагии, и изофагии четвертой степени. Наконец, самое популярное, и, конечно, наверняка пройдет, когда-то мы остынем и охладимся, как и после появления в свое время платины, были полные восторги. Сейчас такие же восторги, но они обоснованы по поводу химио-иммунотерапии и химио-лучевой терапии совместной. Множество исследований проведено и проводится, и планируется. Основано это, конечно, в том числе и на обскопальных эффектах, то есть таких немешенных эффектах, когда происходят изменения положительные в опухолевых очагах, не попадающих, собственно, в зону облучения. Термин достаточно старый, замечен еще в 60-х годах этот эффект. Объясняется это в том числе и значительным увеличением экспрессии различных белков, рецепторов после попадания клеток в зону облучения. При этом существует четко дожезависимый эффект. Чем крупнее фракция, тем выше последующая экспрессия рецепторов. Основной противоопухолевый эффект лучевой терапии, который мы давно узнаем, это двухцепочные разрывы ДНК. При этом происходит и увеличение, если свести к основным механизмам иммунной реакции при лучевой терапии, это увеличение презентации антигена, усиление передачи сигналов, рекрутирование Т-клеток, регулирование экспрессии ПДЛ, увеличение инфильтрации опухоли с травмальными клетками и, собственно, изменение микросреды. Иммунный ответ определяется иммунными синапсами, взаимодействием Т-клеток и антигенопрезентирующих клеток. Иммуноредактирование, как известно, включает устранение, равновесие и, собственно, последующий уход опухоли от ответа. И проведение лучевой терапии на эти очаги позволяет резко увысить антигенное представительство для системного лечения опухоли. При этом важно соблюдать баланс. Тут в настоящее время обсуждается использование различных режимов фракционирования, поскольку подведение, как известно, двух ГРЭИ, так называемая LD50, летальной дозой для половины лимфоцитов, всего два ГРЭИ. То есть каждую нашу фракцию из 30, которых мы подводим при классическом фракционировании, мы уничтожаем половину популяции в облучаемом объеме лимфоцитов. Естественно, страдает в том числе и иммунный ответ местный. Поэтому сейчас идут различные варианты, используемые как гипер- так и гипофракционирование, и отслеживается реакция на иммунную систему. В том числе и в нашем институте происходят такие исследования. Вот одна из публикаций, еще публикация нашего центра, где видно, насколько меняется количество Т-лимфоцитов, особенно через месяц после облучения, снижаясь потом через три. И вновь динамика уровня зависит от режима фракционирования. Два знаковых, конечно, самых главных. До сих пор продолжает публиковаться множество разновидированных исследований, многое из них интересно. Конечно, базовых два. Это Кейнот, где изучалась основная опция пембролизума в случевой терапии при классическом фракционировании. И тогда именно была в нем доказана впервые несомненная эффективность с высокой статистической значимостью иммунной терапии в сочетании с лучевой терапией. И еще один протокол, важнейший пацифик, известный дизайн, когда после химии и лучевой терапии проводилась иммунотерапия, в том числе поддерживающая потом и вновь статистически несомненная значимость, с высокой П практически в два раза удалось увеличить выживаемость пациентов. Одно из исследований 2019 года, показавшее о том, что сочетание иммунотерапии и лучевой терапии у третьих больных, переставших отвечать на иммунотерапию, позволяет поднять вторую волну эффективности. Тоже любопытный момент для последующего изучения. Любопытное исследование PEMBRA-ART, опубликованное в 2020 году, ну, фактически опять вот только-только. Голландское исследование, вторая фаза, для метастатического немелкоклеточного рака легкого, здесь уже не местно распространено, а метастатический. Так вот, иммунотерапия PEMBRA-Лизумаба с проведением стереотактической лучевой терапии на один из очагов с оценкой эффекта через 12 недель повысила уровень объективного ответа с 18 до 36 месяцев, выживаемость без прогрессирования до 6,6 месяцев, общая выживаемость с 7,6 до 15,9 месяцев. Все объективные ответы достоверены, выживаемость незначима, но, тем не менее, любопытно все это. Важно, что при нулевом окрашивании PDL эффект от лечения состоял 22% в группе стереотоксической лучевой терапии против 4-х в альтернативной. То есть, при метастатическом раке легкого имеет смысл облучить стереотоксический один из очагов на фоне иммунотерапии для получения обоскопального эффекта и усиления иммунного ответа. При этом токсичность не увеличилась. Понятно, что нужен индивидуальный подход в выборе алгоритмов лечения местно распространенного рака легкого, потому что то, что мы все перечислили, строго идти по гайдлайнам и рекомендациям сложно. Если больной 3-я стадия, Н2 или 3-я стадия, даже Н1, инвазия в магистральные сосуды и смежные органы средостения, инфильтрация, допустим, пищевода или легочной артерии, понятно, что риск фатального кровотечения не позволяет нам начать синхронную точечную лучевую терапию. Это бессмысленно и безумно. Поэтому мы в этих ситуациях должны провести химиотерапию, системное лечение 2-4 курса, оценить эффект состояния данных критических структур и вновь вернуться к вопросу подключения лучевой терапии. Дыхательная недостаточность, эксцедативные привлиты, распад опухоли, гемоптоя, аптурационная пневмония, атолектаз, компрессия средостения, смещение средостения, связанное, допустим, с полиуритом или атолектазом, все это может препятствовать или, по крайней мере, вызывать вопросы при проведении лучевой терапии, но все это устранимо проведением, как мы уже сказали, индукционной химиотерапии, реканализации, эвакуации содержимого, плевродез, стентирование, внутрепросветная брахитерапия, либо гипофракционирование, вот как здесь, молодая женщина с критическим давлением дыхательных путей, с аденокарциномой, комбинированной лечиной, декомпенсированный, фактически, уже дыхательный стеноз, проведение гипофракционированной лучевой терапии до 4-х ракций позволило ликвидировать практически дыхательную недостаточность и позволить провести дальнейшие этапы лечения системного. Конечно, это все достаточно рискованно, должно быть продумано, поскольку полученная доза была связана и с риском пищевода, эзофагита, в том числе 3-4 степень, но она обошлась. Ну вот видно, как реконструкция изображения, все это выглядит. Осложнения, связанные с абскопальным эффектом, не стоит забывать, это и возможность развития бронхиальных фистул, кровотечений. В завершении, позвольте напомнить, что существуют методики брахиотерапии внутрипросветного облучения, тоже в ряде случаев они используются при местно распространенном раке легкого. Интересно, что наш, в общем-то, основоположник таракальной онкологии, Эдвард Грехом, он же в 1933 году прооперировал первые пациенты, и он же в этом же году уже описал 7 случаев лечения, фактически, брахиотерапии, имплантации ради. Собственно, высокодозная брахиотерапия проводится в достаточно щадящем режиме при фибробронхоскопии, через инструментальные канталы, местные анестезии и подместные анестезии. В зоне интереса подводится аппликатор, облучается. Планирование происходит стандартно на планирующих системах. Существует целый ряд, в основном исследований, посвященных контролю симптомов, хотя появляются и уже исследования по улучшению отдаленной выживаемости. Это предмет для дальнейших исследований. Адювантное проведение в группе риска 22 пациентов, где был риск рецидива в культе, не показал преимуществ, поэтому, наверное, все-таки стоит использовать брахиотерапию уже при развившихся рецидивах. Это собственные наши данные. Даже при М1 проведение брахиотерапии позволяет добиться улучшения выживаемости у больных с мелкоклеточным раком легкого и высокого уровня ответа объективного. Различные этапы проведения при лечении при стенозах дыхательных путей. Олигометастатический процесс. Вновь локальная консолидирующая терапия на очаги при олигометастазах не мелкоклеточного рака, то есть рецидив фактически не мелкоклеточного рака, олигометастаз, против полноценного поддерживающего лечения показывает преимущество проведения именно локальной консолидирующей стереотоксической лучевой терапии. В целом, ряде исследований. Спасибо.